К нашему разговору подключается военный аналитик Ян Матвеев. Ян, добрый вечер. Добрый вечер. Ян, воздушные атаки на Москву уже становятся какими-то ежедневными. Уже никого не удивляют эти новости. Вот прошедшие новости, у нас в столицу улетели три беспилотника. Российская Миноборона считалась, что два дрона были сбиты под Москвой, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Ну и все видели кадры, как очередные разрушения на очередной башне Москоу-Сити. В этот раз башня господина Боевского, номинала российских олигархов, человек, который формально одарил Алине Кабаевой квартиру. Скажи, пожалуйста, почему это происходит по-прежнему? Почему российские власти ничего не смогли противопоставить и не могут пока до сих пор полетом на Москву? И почему постоянной целью являются, или не целью, а объектом обстрелов, являются именно Москоу-Сити? Почему это происходит? Я думаю, что цель выбрана, потому что там не так много людей, и мы видим, что бьют именно по тем башням, где людей обычно либо нет, это ночью, да, офисы, либо какие-то такие башни, где не живут люди. Насколько я понимаю, там есть какие-то здания, где прямо находятся апартаменты или квартиры, что-то такое. Ну и почему не сбивают? Потому что сложно. Ну, то есть никто не отменял того, что бороться с беспилотниками – это очень сложная задача для современного ПВО. Она как год назад была сложной, так и осталась. Так быстро не развиваются технологии. И в итоге мы видим, как на этой войне, в ходе этой войны, произошел резкий скачок использования вот этих дронов. То есть обе армии увидели вот эту вот такую серую зону, так скажем, которая не прикрывается ПВО, то есть и всячески развивают беспилотное направление, как такое оружие, которому, ну, не то чтобы нет противодействия, но противодействовать невероятно сложно. И сегодня, кстати, непонятно, каким именно беспилотником была проведена атака. Взрыв как будто бы меньше, и повреждения меньше, чем раньше. Возможно, это не тот же самый крупный дрон-бобер украинский, а какой-то другой беспилотник, даже не исключая того, что запущенный с территории России. Ну, какой-то диверсионной группой или там партизанами, как угодно можно этих людей называть. Ну и опять-таки возвращаясь, да, почему именно Москва-Сити? Это очень заметное такое здание, не то чтобы, ну, комплекс зданий, да, не то чтобы какой-то символ Москвы, но когда говорят Москва-Сити, все понимают, о чем идет речь. И тоже удивительно вот то, что вот то ПВО, которое защищает Москву, вот те, да, командующие, они так и не приняли до сих пор никакого решения и ничего не могут с этим сделать, хотя бы из принципа, то есть вот не дать беспилотникам прилететь снова в Москва-Сити. Сложно, на самом деле, сказать почему, потому что, ну, средства-то РЭП можно было бы много прямо поставить на какое-нибудь постоянное дежурство, раз у вас дроны буквально каждый день прилетают, но вот не могут. А, Ян, вопрос тогда про кадровые перестановки в руководстве российской армии. Мы уже и западных СМИ, и многих заметок военных аналитиков знаем, по всей видимости, о судьбе Суровикина, который, скажем так, не свободен сейчас и не может вольно перемещаться. Сегодня стало известно, что он освобожден от должности главкома ВКС, об этом уже подтвердила пресса, ранее об этом Венедиктов сообщал в своих соцсетях. Вот он теперь освобожден от должности главкома ВКС. Его зам Авзалов возглавил вооруженно-космическом ВКС. Что ты можешь сказать про Авзалова и вообще, какова роль этого самого ВКС во всем происходящем, насколько это большая группа, насколько это важная сейчас для действий Путина на фронте? Ну, сразу скажу, что про Авзалова ничего не могу сказать, ничего о нем не знаю, отдельно его как-то не изучал, ну, видимо, придется. А что касается ВКС, ну, ВКС, они же в себя включают и ВВС, собственно, то есть все самолеты, вертолеты, те, которые не подчинены напрямую сухопутным силам. И, соответственно, также надо не забывать, что примерно, наверное, полгода назад или прошлой зимой, в общем, где-то в то время Путин, ну, и Шойгу, переподчинили все ПВО, всю систему ПВО как раз тоже ВКС, именно Суровикину. И вот ПВО тоже относится теперь к ВКС. Поэтому это, ну, весьма существенная часть российской группировки и в Украине, и вообще в целом российской армии, поэтому тут довольно все серьезно. Ян, тогда не могу не спросить про кадры, которые сегодня активно обсуждались в социальных сетях, кадры, как была уничтожена С-400 в Крыму. И опять-таки из Крыма пришли сообщения со ссылкой на британскую разведку о том, что там российские войска продолжают изводить эти понтоны для переправки собственной группировки, понтонные переправы. У меня вопрос и про обстрел С-400, и про эти понтоны. Насколько сейчас активна борьба за Крым? Насколько это действительно важное уничтожение С-400? Насколько важно бить по этим понтонным переправам, которые выстраивает вооруженная сила России? Насколько Украина там на что-то сейчас претендует? Или это просто пока разовые обстрелы для того, чтобы обозначить, что у них есть претензии на возвращение собственных территорий? Ну, понятное дело, что пока до какого-то возвращения Крыма в СУ все-таки далековато. Но уничтожение С-400, это очень... Ну, естественно, уничтожение пусковой установки. Мы не знаем, что там с остальным комплексом. Тут как вот и с Патриотом, как с любой полноценным зенитным комплексом. Много машин есть, радар, есть управляющая машина. И вот по этим кадрам непонятно, стояли ли они рядом, скажем, да, и были повреждены. Такое тоже возможно. Или они стояли где-то вдалеке, или вообще просто стояла одна пусковая. Ну вот, пусковая установка точно уничтожена. Но это важно по двум причинам. Во-первых, показывает то, что украинские военные могут это делать. То есть, понятное дело, что, скорее всего, она была уничтожена с воздуха. Вряд ли это какие-то диверсанты прям подкрались, но это сильно, наверное, очень маловероятно. Поэтому получается, что та установка, которая должна защищать все военные российские базы в Крыму с воздуха, не смогла защитить сама себя с воздуха. Это тоже важный такой сигнал для украинских военных. Они видят, что это возможно. Плюс, конечно же, минус одна пусковая. Это снижение в целом защиты, снижение силы ПВО российского в оккупированном Крыму. Чем меньше будет эта сила, тем больше вероятность того, что любые другие ракеты, дроны и все, что угодно с воздуха украинское долетит до военных объектов в Крыму. То есть, если раньше они сбивали 10 дронов из 11, то теперь могут сбивать 5 дронов из 11. Соответственно, эти 6 поразят больше целей, чем один, который долетал раньше. Все это такая работа в долгую, работа на перспективу. При этом, судя по всему, уничтожена именно пусковая С-400, самая-самая новая, что, во-первых, довольно существенно в плане военной экономики. Их не так дешево делать. Ну и плюс, опять-таки, она самая совершенная в плане технологий. И раз она не смогла распознать угрозу, значит и другие тоже, скорее всего, другие установки тоже не смогут. Что касается мостов понтонных, которые ты упомянул, они были наведены в районе Чонгара, там, где была атака на мост и не один раз уже ракетами Storm Shadow, ну или Scalp французскими аналогами. И я помню, как многие и пропагандисты, и военкоры, и местные власти говорили, что, во-первых, мосты эти не важны, во-вторых, повреждены они не сильно, и вообще нет причин для беспокойства. Но оказалось, что важны, раз сделали понтонные тут же. И оказалось, что повреждены сильно, раз пришлось сделать дополнительные мосты. При этом понтонные мосты сами по себе не решают проблему снабжения, а через Крым идет снабжение, собственно, российской группировки на Запорожском фронте. Частично оно идет со стороны оккупированной Донецкой области, частично через Крым. Но через Крым это делать быстрее и удобнее, потому что железная дорога есть надежная, которая идет, собственно, до Джанкоя, и с нее уже можно перегружать на машины и везти. Это ближе и быстрее. И при этом, да, по понтонным мостам нельзя везти прямо все тяжелые грузы, часть из них все равно идет через второй перешеек, собственно, Перекопский, по-моему, как раз он называется. Это дополнительный крюк. То есть все эти удары украинские, они сейчас преследуют важную цель – снижение скорости снабжения российской группировки на Запорожском фронте. Ну и в целом затруднение этого самого снабжения. Ян, тогда последний вопрос. Вопрос про F-16, который часто мелькает сейчас в средствах массовой информации. Когда ожидать его на фронте? Когда ожидать боевых действий с его участием? И действительно, как ты оцениваешь, поможет ли это перехватить инициативу в воздухе у путинской армии? Если говорить просто, то по открытым данным, потому что нам известно, ожидать не раньше следующего года эти самолеты в Украине, потому что потребуется обучение, потом процесс передачи, все это не супербыстро происходит. Мы видели, как относительно медленно передавали танки, несмотря на то, что вроде как их экипажи уже были обучены. Думаю, с самолетами будет так или даже сложнее. По поводу влияния, безусловно, очень серьезное будет влияние, просто потому что хотя бы сейчас у украинских ВВС банально не хватает самолетов. Да, они могут подвесить на них западные ракеты, более-менее совершенные, могут на них хорошо воевать, но их просто мало. И поэтому российская авиация владеет, конечно, не господством в воздухе, потому что боится украинского ПВО на земле, но имеет возможность атаковать те силы, которые пытаются проводить контрнаступление украинский. И противопоставить им почти нечего. Как только появится F-16, вместе с ними, скорее всего, сразу появятся и одни из самых совершенных и качественных противовоздушных ракет воздух-воздух, которые можно запускать с большой дистанции. И те же самые F-16 смогут охотиться на российские самолеты и вертолеты издалека. Плюс, естественно, F-16 носитель самых разных боеприпасов, которые бьют по земле, как американских крылатых ракет, так, я думаю, и Storm Shadow к нему тоже прикрутят. Там есть некоторые сомнения у специалистов, но я думаю, если к Су-24 прикрутили, то и к F-16 уж точно прикрутят. Не так это сложно. Большой набор различных бомб, ракет. И последнее такое важное преимущество F-16, так скажем, которого нет сейчас у украинских самолетов, это качественный РЛС, система обнаружения целей, система наведения оружия. Все вот это. Ну, просто потому что у украинских ВВС старые самолеты, советские, на них все это старая электроника. А F-16 гораздо современнее. И они смогут, скорее всего, вывести украинские ВВС на паритет с российскими. Все-таки у российских частей очень много самолетов, тоже не надо это забывать. И даже если они будут качественно немножко проигрывать F-16, в чем я на самом деле сомневаюсь, я думаю, самые современные там Су-30, скажем, они не сильно проигрывают, а может вообще никак не проигрывают F-16. Но в любом случае, то есть когда будет больше самолетов у украинских ВВС, это им, это скорее всего сделает борьбу в воздухе плюс-минус равной. И российские самолеты будут уже опасаться так летать, как они летают сейчас. Они и сейчас летают с опаской, но будут еще больше опасаться. Спасибо большое, военный аналитик Ян Матвеев, был у нас в эфире. Всем привет! Спасибо, что смотрите видео на канале «Популярная политика». Все, что мы делаем, мы делаем благодаря вам. Пожалуйста, распространите ссылку на это видео, поставьте свой лайк и самое главное, поддержите работу этого канала. Становитесь его спонсором. Продолжение следует...